Привет, друзья! Сегодня я показываю вам удивительный и очень вкусный клубничный крем. Он сейчас подходит как нельзя кстати. Этот крем стабильный, с ним можно сделать тортик типа фрезье и он будет намного легче и вкуснее. Можно поставить клубнички по бортику и выложить этот крем по центру большим толстым слоем. Это очень вкусно и не жирно абсолютно. Для начала я буду замачивать пачечку желе в воде комнатной температуры. Также в воду добавляю дополнительно еще 3 столовые ложки сахара. У меня клубничное желе. В теории этот крем можно сделать с любым вкусом, выбрав любое другое желе. Желе должно постоять, набухнуть в течение получаса, затем в микроволновке импульсами растапливаем и перемешиваем до полного растворения желатина внутри. Оставляем остывать. Тем временем будем взбивать сливки. В сливки добавляю сахар и начинаю взбивать сливки охлажденные с холодильника. В самом конце взбивания можно добавить 2-3 столовые ложки сахарной пудры, чтобы сливки стали еще плотнее. После того, как сливки начинают собираться немного на венчик, оставляя такие борозды по бокам, можно останавливаться, сливки у вас взбиты. Получается вот такая вот довольно-таки плотная масса, хорошо держащая форму. У меня здесь обычные премелевские сливки. 33% повторюсь. Теперь нам понадобится еще творог. Можно вообще без творога сразу желейную массу соединять со сливочной, но тогда дождите, чтобы она стала прям холодная. Либо, как у меня, я взяла творог и с творогом взбиваю желейную массу. После того, как она стала однородной, добавляю где-то четвертую часть сливок в эту массу взбитую и слегка перемешиваю снизу вверх венчиком, чтобы облегчить эту воздушную массу. После того, как мы перемешали, эту массу можно добавить к остальной части сливок и уже перемешать все вместе. Так у нас получится очень-очень воздушный крем. Крем, конечно, лучше собирать в кольце, так как он еще сейчас мягкий, но спустя 2-3 часа в холодильнике он начинает уплотняться и по течении 4 часов тортик уже можно кушать, если это у вас тортик. Это очень вкусно, ароматно, пахнет клубникой, делается абсолютно несложно. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите мне в комментариях, я всем всегда отвечаю. Ставьте свои пальчики вверх, а с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч, пока-пока!